Митинг КПРФ Она не трудно назвать правоприемницей коммунистических идей. Она правоприемницей линии Горбачева, Ельцина на разрушение государственных структур и с целью личного политического самопиара в преддверии выборов в законодательное собрание в области. Маленькую группу оппозиционеров заметили не сразу. При вопросе санкционирована ли акция оппоненты ответили положительно. Правда документы от чего-то показать отказались. Это лукавство. В проведении мероприятия красным все-таки было отказано. Разгадка приходит, когда на площади появился депутат Госдумы Алексей Курин. Он поговорил с полицейскими и объяснил, мол, раз уж люди собрались, давайте изменим формат акции на встречу с депутатом. В итоге, пришедшие на митинг уленовцы не знали, куда идти. Часть людей осталась стоять в теньке, часть пошла за депутатом Госдумы за памятник Ленину, а часть стояла в полном недоумении. Именно за памятником вождя мирового пролетариата и прошла так называемая встреча с депутатом. Депутат Куриный озвучил прописные истины о пенсионной реформе и повышении пенсионного возраста, известные, кажется, каждому блогеру, и призывал отправить в отставку федеральное правительство. Довольно цинично. Вот так выйти к людям и говорить им ровно то, что они желают услышать. Куда тяжелее закопаться в реальные экономические выкладки и предложить альтернативное решение. Надо понимать его решение, отдать бразды правления депутату Куриному, не способному даже митинг организовать без лжи и подтасовок. Депутат Куриный, кстати, похоже, окончательно вошел во вкус. Прямо со сцены он объявил, что «меня к ответственности привлечь нельзя», а «восможно». А еще анонсировал следующую акцию в жанре «Постояли? Разошлись». Анатолий Мариенков, Константин Никитин. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды.